Всем привет! Приветствуем вас на нашем канале Семейная Трапеза. Сегодня мы узнаем, дорого ли питаться ЗОЖ. Мы сделали закупку продуктов на неделю на семью из двоих человек. А теперь давайте более подробно посмотрим на нашу пищевую корзину. Мы закупали продукты на семью из двух человек из расчета на одну неделю, то есть 7 дней. Питаемся мы по принципу пищевой тарелки. То есть 50% нашей тарелки это всегда овощи, 25% это углеводы, каши, макароны и прочее. И 25% это белок, рыба, мясо, птица и другие виды белка. Итак, по затратам. Овощи мы купили разные сорта капусты, тыкву, немножко перца и потратили на это 153 гривны. Также купили фрукты и ягоды. Обращаю наше внимание, что ягоды уже не сезон, сейчас ноябрь месяц, и поэтому немножко удорожается наша корзина и затраты. И мы потратили на фрукты и ягоды 237 гривен. Далее кисломолочные продукты. Порожок, йогурт, адыгейский сыр. 199 гривен составили наши затраты. Купили каши. Это кускус из гречки и пшено, плюс макароны из кукурузной муки. Мы питаемся безглютеновыми продуктами, поэтому тоже это немножко удорожает нашу корзину. И потратили на углеводы 199 гривен. На этой неделе отказываемся от птицы и мяса. Хотим отдать предпочтение рыбе. Куплен рыба на 170 гривен. Итого наши расходы составили 958 гривен. Еще раз повторюсь, это для семьи из двух человек на одну неделю. Продукты даже куплены с избытком, потому что такое количество тыквы, например, и каши мы точно не съедим. Поэтому я считаю, что очень даже экономные закупки. И у нас получилось, что это 137 гривен в день на двух человек, три приема пищи, плюс один перекус. Я считаю, что питаться по принципу здорово-сбалансированной диеты, это круто, это разнообразно, ярко и очень выгодно финансово. До новых встреч на нашем канале. Подписывайтесь, ставите лайки, комментируйте. Всем приятного аппетита и до скорых встреч на нашей кухне.